Большое спасибо. Я всегда своим студентам, своим ученикам говорю о том, что Украина очень отличалась от многих своих соседей именно вот такой развитой системы и традиции меценатства. Если взять того же Мазепу или взять 19 век и так далее. Что касается меня, то я с историей Украины связана уже много-много лет, хотя я родилась и выросла тогда еще в Ленинграде, в Петербурге. И у меня в семье 6, по-моему, поколений петербуржцев. Но у нас в семье всегда очень интересовались, увлекались историей. Я увлекалась ей еще, будучи ребенком, и в юношеские гонды увлеклась историей украинского казачества. Читала Костомарова, моим возлюбленным героем был Иван Багун. И увлечение это перешло сначала в написание олимпиадных работ, которых я выиграла, а затем перешло после поступления на исторический факультет тогда еще Ленинградского государственного университета, где я сразу продолжила заниматься уже избранной темой. И моя выпускная работа дипломная была посвящена руине Ивану Выговскому. После окончания университета, примерно через год, мне предложили участвовать в мировом конкурсе на стипендию в Канадском институте украинских исследований. И, к своему большому удивлению, будучи русской, я выиграла эту стипендию. И в 90-м году ехала в Аспирануру в Канаду, в Эдмонтон, где стажировалась год и имела возможность стажироваться два месяца в Гарвардском университете в центре украинистики. Это, конечно, открыло для меня огромные возможности с точки зрения знания историографии, источников и прочего-прочего. Но когда я вернулась в Ленинград, а тогда уже Петербург, и распался Советский Союз, у меня на факультете возникли идеологические проблемы. Мой декан категорически был против теории руины, против... вообще он очень недолюбливал Украину, и мне не дали защитительную кандидатскую диссертацию, так как я ее хотела. Поэтому я, благодаря своим друзьям, коллегам, обратилась с такой возможностью защититься в Украине, тогда уже независимой, и в 94-м году защитила кандидатскую диссертацию в Институте истории Украины, Национальной академии наук Украины в Киеве. Поэтому с Майданом по улице Грушевского связана долгая-долгая моя история сотрудничества и дружбы, и тесных связей. Ну, и с тех пор я, несмотря на то, что довольно долго не имела возможности работать в университете, продолжала заниматься историей Украины, занимаясь при этом бизнесом и финансируя собственные исследования. Практически вот в этот период я завершила свою докторскую диссертацию, сдала первую монографию, и тогда, когда сменилось руководство в моем факультете, в Петербургском университете, меня пригласили обратно. И с 2003 года я работаю в СПБГУ, ну, значит, пройдя все ступени до профессора. В 2004 году уже в университете там в Питере защитила докторскую диссертацию, и тогда же создала Центр изучения истории Украины при Санкт-Петербургском государственном университете. Целью нашего Центра я ставила с самого начала это проведение научных конференций, обмен студентами, обмен молодежью и издание источников, потому что, конечно, огромное количество источников по истории Украины хранится в Петербурге и в Москве. И продолжая сама заниматься историей Украины, я занималась различными периодами и историей руины, и написала в 2007 году монографию про Ивана Мазепу, и с Мазепой у меня такая долгая история взаимодействия. После этого была написана еще одна монография, и вот сейчас она в таком переработанном развитом виде выходит в сентябре этого года в очень престижном канадском издании на английском языке. Вот, ну и другими сюжетами истории Украины я занималась. У меня 14 монографий и больше 300 статей в настоящий момент, но прежде всего я считала главным это издание источников. Вот, в частности, мне удалось найти в Петербурге остатки Батуринского архива, вывезенного из города Батурин Александром Менщиковым после того, как город сожгли из-за Мазепы. И вот остатки этого Мазепинского архива, они, как оказалось, хранились в Петербурге, в Академии наук, никому были не нужны. Ну вот я их вывела и опубликовала, такой Батуринский архив. Вот, если видно, Батуринский архив, толстая книжка. И вот за эту книжку как раз президент Ющенко наградил меня орденом княгини Ольги в 2008 году, после чего у меня было множество неприятностей. Ну и, кроме того, мы издавали описи архива Москве, в котором хранятся огромное количество документов по истории Украины. Это «Малороссийские дела» и «Малороссийский приказ». Вот, деньги я находила всеми правдам и неправдам, это очень толстые описи, совершенно дают уникальную возможность знакомиться с теми документами, которые хранятся в Москве. Ну и, собственно, благодаря этим описам я наткнулась и на уникальные документы, связанные с Величко. Как я пришла к Величко? В принципе, конечно, мне эта летопись была известна и была тесно связана она с Мазепинской историей, и, собственно говоря, он был канцеляристом времен Гетмана Мазепы. Но, как сейчас, я уже знаю, что никто на самом деле летописи Величко не знал. И совершенно случайно я была в публичной библиотеке, отделе рукописи, это наша публичная библиотека Петербурга, и там я посмотрела оригинал этой рукописи. Дело в том, что оригинал исторически хранится у нас в Петербурге. И когда я его посмотрела, я была настолько потрясена, я поняла, что я ничего не знала в Величко, и что то, что было издано в XIX веке, абсолютно не соответствует никаким современным требованиям. И тогда возникла идея о том, что эту рукопись необходимо издать. Я понимала, что даже те попытки до этого издать рукопись, они очень, как-то были все очень неудачные, и во многом это связано с тем, что в Петербурге не так много людей интересуется историей Украины и готова издавать такой огромный труд. А с другой стороны, находясь в Киеве, сложно его издать, потому что все-таки оригинал хранится у нас. И тогда возникла идея, к которой я обратилась в Институт истории Украины, с которым у меня уже долгие-долгие годы тесных сотрудничеств, чтобы мы сделали такой совместный проект. Договор о совместном проекте был подписан в 2012 году, и мы тогда начали работать. Вот я поехала в Москву, мне удалось найти документы, подтверждающие существование самого Самойла Величко, что такой человек был, найти 16 книг его личной библиотеки с эксклибрисами, ну и так далее. То есть началась такая очень серьезная работа, одновременно в Киеве на основании цифровой копии мы начали потихоньку набирать текст. Его набирать очень сложно, я вам сейчас покажу картинки, вы поймете, как это выглядит, что это все очень сложно. Сейчас видно то, что я показываю? Да, видно. Сейчас я расширю. Вот, это, например, заглавная страница самой рукописи, второй ее части, и вот, ну, то есть она очень красивая, очень красиво оформленная. А вот это страница из копии, единственной копии, которая сохранилась, которая хранится в Киеве. И вот, как ни странно, в Киеве хранится, ее никто никогда не смотрел, и даже не знали, что первые шесть листов летописей, которые считались утеряны, они есть в копии в киевском списке. И таким образом их можно восстановить. Ну, копия она конца 18 века, но, тем не менее, она позволяет говорить. А вот сам оригинал выглядит вот так, это очень красивый, выписанный на очень дорогой и хорошей бумаге, спасибо Величко, которая прекрасно сохранилась. Ну, это очень сложный текст. Вот видите, там есть много приписок, вот, например, вот эти вот приписки сбоку, они никогда не издавались. А в некоторых местах они имеют, ну, принципиальнейшее значение, важнейшее, изменяют все наше представление о том времени. Ну, почерк, хотя и достаточно четкий, но, тем не менее, вы понимаете, что для того, чтобы его компьютерным набором сделать, это очень большой труд. В рукописи есть совершенно уникальные вещи, это рисунки, причем рисунки середины 17 века, как мы теперь уже знаем, и они позволяют совершенно по-новому относиться вообще к всей рукописи. Там есть очень много вставок, там есть очень много всевозможных сшитых кусочков и прочего-прочего, то есть это очень сложная работа. И вот когда она началась, ну, начались дальше понятные политические события, из-за которых работа прервалась. И вот полтора года назад я созвонилась с руководством Института Киевского и сказала, что давайте не ждать ничего, мы просто вот должны, обязаны этот проект воплотить. Потому что если не мы, то он может затянуться еще на столе 200 лет, и вот мы просто обязаны его завершить. И вот тогда было принято решение создать две рабочие группы, одну в Киеве, одну в Петербурге, которые начали работу над рукописью. В Киеве, значит, возглавил эту группу Андрей Бавгири, сотрудник Института истории, замечательный молодой исследователь, которым я много лет уже знакома и сотрудничала. Вот, но к нему в группу мне удалось привлечь еще даже более молодых ученых, которых меня лично связывают многие годы знакомства. Там есть, например, моя ученица, которая у меня защитила в Петербурге кандидатскую диссертацию по истории Украины. И в те годы еще мы осуществляли обмены студентами-аспирантами с Киево-Могилянской академией. И вот когда группа молодых преподавателей и студентов приезжала в Петербург, а моя ученица познакомилась с молодым аспирантом, все это закончилось браком, теперь они живут в Киеве. И вот вместе со своим супругом они подключились к проекту. К проекту подключились еще несколько молодых людей, тоже вот знакомых мне по этим обменам. И, значит, они вот создали рабочую группу, которая, собственно говоря, набирала текст, делала компьютерный набор текста. Транслитерация, так называемая. Это очень трудоемкий, очень занудный, очень сложный процесс, который они осуществляли. Ну и вот им помогали сотрудники библиотеки Вернадского, в которой хранится единственный киевский список, это величка. И они вот им помогали и дополняли те пропуски, которые существуют в оригинале. Их, слава богу, немного. Их всего шесть начальных листов и еще три листа утрачены по разным местам самого текста. Но, тем не менее, они вот это дополняли с помощью киевского списка. Ну, хочу сказать, потому что я уже говорила об этом Андрею, что, конечно, такую огромную работу, а людям просто вы должны понимать, что люди больше года, отложив все остальные свои дела, занимались набором этого текста. Это действительно очень трудоемкий процесс. Ну и для того, чтобы это как-то молодые люди имели такую возможность сидеть и это делать, мы с моим супругом на семейном совете решили, что мы найдем какие-то материальные средства, чтобы им оплатить, финансировать эту работу и таким образом их поддержать. Потому что мы понимали, что иначе это никогда не сдвинется с мертвой точки. Ну и параллельно работа шла в Петербурге. В Петербурге шла работа с самим оригиналом. Мы создали большую, ну большой, это у нас было пять человек, кодекологическую группу, которая занималась так называемой кодекологией оригинала. То есть исследование этого оригинала всевозможными современными методами. К счастью, в публичной библиотеке, российской национальной библиотеке, есть лаборатория специальная, оснащенная новейшими приборами, в том числе позволяющими сделать спектральные анализы бумаги. И благодаря вот этим всем новейшим методам мы даже делали анализы пыльцы, которая попала на капли воска со свечей величка. И вот делали анализы этой пыльцы, чтобы установить, где действительно она писалась, где она хранилась. В общем, это была очень интересная, абсолютно безвозмездная работа. Тоже около года мы этим занимались. И в результате нам удалось установить, как действительно выглядела рукопись во времена величка, как он ее собирал, как она формировалась. Она состояла из множества отдельных тетрадей, в которые он приклеивал, пришивал, вставлял отдельные документы, отдельные листы. Сейчас уже можно сказать, что величка задумал свою работу, когда он еще был канцеляристом, когда он работал в генеральной канцелярии Мазепы. Это 90-е годы 17 века. Вот, возможно, это была заказная работа, возможно, это была его собственная инициатива. По крайней мере, у него была возможность закупить очень дорогую бумагу по тем временам. У него была возможность скопировать 268 документов из гетманской канцелярии. И вот я могу сказать, что вот эти документы, которые вставлены в летопись величка, они совершенно уникальны, в большинстве своем, они в оригинальных не сохранились. И вот следующим этапом уже будет изучать вот эти документы. Кроме того, он вшивал туда копии, которые имелись, видим, опять же, в гетманской канцелярии. Копии договорных статей, копии различных других документов. Вшивал он туда портреты, портреты как 17 века, так и более поздние. И цель этого работы прервалась, когда в 1708 году он вместе с Мазепой перешел на сторону Карла XII. Но в отличие от Мазепы, величка попал в плен в декабре 1708 года. И провел в плену примерно 7 лет. И примерно в 1715 году, благодаря своим связям, своими коллегами, он был освобожден. И затем служил секретарем, он кочубеем, ошибя в его имениях жуки. А закончил свою жизнь в деканке, то есть самый воспитый Коголин, уже, можно сказать, совсем пожилым человеком, ослепшим. И вот именно в деканке он заканчивал свою летопись. Или даже, как вот сейчас очень многие мои коллеги считают, что ее можно называть историей, потому что это на самом деле исторический колоссальный труд. Вот находясь в жуках и деканке, величка использовал свои материалы, которые каким-то чудом сохранились во все эти бурные времена после Полтавы. И на основании собранных им документов, скопированных их документов, благодаря своим копиям, которые у него уже были тогда сделаны, написал, собственно говоря, сам этот весь труд. Вот категорический анализ позволяет восстановить, как это все происходило, какие части более ранние, какие части более поздние, где какая бумага, как оно сшивалось, расшивалось, изменялось. Ну вот, например, были такие твердые убеждения, что в рукописи утеряны куски за 1649-50 год. Сейчас мы точно можем сказать, что по каким-то причинам величка их просто не написал. Почему? Может быть, потому что у него были утеряны документы за этот период, или еще по каким-то причинам. Но в том варианте, в котором у него было все подготовлено, вот окончательный вариант, эти годы не предусматривались. То есть, ну, очень много мифов на самом деле разваливается после нашего такого исследования этой летописи, и очень многие вещи становятся совершенно, выглядят совершенно в другом свете. Значит, после того, как летопись была закончена, а сам величка умер в диканке, она какое-то время хранилась в библиотеке Кучубеев, затем была приобретена Григорием Полетикой в его библиотеку знаменитую, там же была сделана киевская копия. Но внук Полетики продал оригинал рукописи московскому купцу Лапцеву. Видимо, тот дал хорошие деньги, и рукопись попала в Москву. Но, к большому счастью, это, конечно, грех говорит, но, тем не менее, Лапцев скоро умер, и на аукционе рукопись купил Погодин, такой культурный деятель России, который приобрел эту летопись и сумел ее оценить. Он связался с Максимовичем и со многими другими. И вот при непосредственном участии Погодина впервые летопись была издана археографической комиссией Киева. Причем публикации этой летописи привлекли Костомарова, Ригельмана и целый ряд других деятелей. Но у летописи была такая черная карма, что ли. Вот сам деличка пострадал, когда ее писал. Затем, когда решили ее первый раз издать, началось дело Кирилла Мефодьевского товарищества. Костомарова посадили в Петропавловскую крепость. И, значит, издание летописи проходило очень сложно. Лучшие силы были, так сказать, оторваны от ее издания. Поэтому были допущены колоссальные ошибки. Ошибки и публикации XIX века никогда с тех пор не были исправлены. В чем они заключаются? Мы сейчас можем сказать, прежде всего, не смогли разобраться. И так называемая начальная часть, которая посвящена временам Петра Сагайдачного, она не была издана. Начиналось все с Богдана Хмельницкого, хотя по задумке величка должно было начинаться все с Сагайдачного. Выпущены и тут целый ряд важнейших вещей. Вот, например, записи на полях. А в этих записях на полях величка дает подсказки, из каких источников он брал ту или другую информацию. И вот я вам могу сразу сказать, что там есть совершенно сенсационные данные, переворачивающие все наши представления, все то, что писали самые знаменитые исследователи летописи величка. Кроме того, в XIX веке при издании очень серьезно работала цензура, напуганная событиями Кирилла Мефодиевского товарищества, в результате чего целый ряд документов, прежде всего относящихся к мазыке, вообще не были включены. Они никогда не публиковались. И вот целые куски летописи таким образом оставались неизвестными для исследователей. Ну и целый ряд других вещей, потому что когда публиковали, делали переводы, не публиковали в оригинале, не переворачивали графического анализа и так далее, и так далее. Но вот в XIX веке издали, все эти варианты пользовались, на оригинал уже никто, собственно говоря, и не смотрел. Затем была попытка переиздать в более приличном виде летопись на начале 20-х годов. В 1926 году даже вышла маленькая часть, опять же, посвященная Богдану Хмельницкому. В этой публикации тоже было много недостатков, но затем разогнали всеукраинскую академию наук, и, значит, проект был не завершен. Третий раз летопись величка хотели издать в 1972 году. Такой был большой специалист Иерасав Дзирин. Он издал летопись самовицын и планировал издать летопись величка в рамках восстановившейся археографической комиссии. Но изгнание, свержение шелеста и разгром так называемой казаковической группы в Институте истории Украины и в Институте литературы Национальной академии наук Украины тоже сорвал этот план, и издание не было осуществлено. Наконец, в 1991 году Валерий Шевчук издал перевод на современный украинский язык две части летописи величка, но перевод на свой дел опять же на основании публикации XIX века. И таким образом все ее недостатки они так и остались. Что собой представляет летопись величка, почему она так важна? Ну, наверное, прежде всего надо сказать о том, что это самый полный исторический труд, относящийся к так называемым казацким временам. По сравнению с летописи Самовицы или летописью Грабянка, он превосходит их в несколько раз, а по объему использованной документации он вообще не имеет с собой равных. Вот в этой публикации мы подготовили таблицы, показывающие количество документов, которые были привлечены величкой. Это действительно совершенно потрясающая вещь. И, понимаете, издание полного текста, оно позволит начать совершенно новый этап в исследовании самой летописи и вообще переосмысления того, какими были интеллектуалы эпохи мазы, какими языками они владели, как они пользовались методологией, историей описания, какие у них были взгляды, как они представляли, какая у них была идентичность, как они представляли свое место в истории, место истории, место Украины в истории, ее взаимоотношения с соседями и так далее, и так далее. В этом смысле величка — это совершенно уникальный труд и безумно интересный. Хотела еще подчеркнуть, что и портреты там совершенно уникальны, например, портрет Гетмана Брюховецкого, написанный человеком, который видел его в гробу, когда того убили, после чего помыли, приодели, положили в гроб и с ним прощались. Вот видно слева портрет Брюховецкого, он лежит, то есть на портрете он стоит, сидит, но на самом деле глаза закрыты, руки сложены на груди, то есть это человек его видел в гробу. Уникальнейший портрет. Ну и, кстати, безумно интересно то, что в летописи Величко, которая была закончена примерно в 27-м году, последняя ее часть, там вот есть портрет Мазепы, очень интересный, очень хороший портрет, а напомню, что в те времена изображение Мазепы было запрещено указом Петра Первого и преследовало. Но Величко портрет его размещал. Вот это покажу кусочек, это вот страница того издания, которое мы подготовили, как оно будет, надеюсь, выглядеть. Мы старались сохранить принцип передачи использования черно-красных цветов, красной заголовки и стилистику всю мы сохраняем вот того времени украинского бородка. как мне кажется, это очень важно и создает вот такой какой-то дух, передает. Ну, я думаю, что я на этом остановлюсь, поставлю точку.